И так, наш мастер и клиент недопоняли друг друга, поэтому история с самокатом продолжается. Значит, думали как? Что вот этот провод вот сюда выходит, здесь вот висит какая-то сумочка, из нее провода подходят сюда. А клиент хочет, чтобы мы вот этот провод затолкали в это вот отверстие, в принципе, там вот немножечко места есть снизу. То есть, если внутрь этой оболочки засунуть, то пройдет. Протащили вот сюда, вот сюда вот, до самого руля и дальше вниз, вот здесь будет висеть сумка, и вниз до дна сумки шел этот провод. Вот. Соответственно, смотрим вот на этот корпус, который сюда крепится. Здесь только два винта вместо трех, значит, один винт клиент достает из кармана, он его специально привез. Здесь, короче, сорвана резьба в одном месте. Вот здесь сорвана резьба, но, скорее всего, резьбы нету и в корпусе тоже. Дальше откручиваем вот эту историю, вот этот винт родной, вот этот винт новый. То есть, закручиваем всего на два витка, вообще не держится. Сейчас я обточил головку потоньше, чтобы она влезала в отверстие. И вот так вот нарезаем резьбу, тут по полоборотика, туда-сюда нарезаем резьбу, чтобы поглубже закрутить винт. То есть, короче, история продолжается, еще на неделю самокат остается в ремонте. Было бы здорово, если бы клиент сразу привез бы сумку, и мы могли бы сразу длину провода примерить. Но вот, к сожалению, не все сразу. Ему придется подождать, и нам придется это все переделать еще раз. Сейчас видно, как устроена дека, которая держит руль. То есть, вот сквозное отверстие под провода, сквозное отверстие под сам руль. Вот это отверстие сквозное, и вот это отверстие сквозное, вот эти вот коротенькие, буквально там по 5 миллиметров. И вот настолько длиннее мы сделали винт. Видите, да? То есть, он держался буквально на паре витков. Сейчас он будет держаться хотя бы на сантиметр вглубь, потому что уже маленький у него резьбу сорвало. Все нарезал, потратил время. И теперь вот мастер будет сейчас вот сюда засовывать провод питания. Значит, это тоже плохо. Чем длиннее провода питания от аккумулятора, тем больше на них потери. И будет быстрее, соответственно, разряжаться аккумулятор. То есть, какие-то наводки там электрические и так далее. Поэтому, чем короче провод, тем, конечно, лучше. Спустя еще неделю самокат сделан. Вот такой вот здоровый, двужильный, плоский провод на 2,5 квадрата. Еще и в термоусадке снаружи, чтобы черненький был. Такой вот огромной длины, представляете, да? Клиент захотел, но сделали. В прошлый раз я еще не сказал, что починили фару и починили гудок, который был также сломан. Все это вот убрали сюда в изоляцию. Вот здесь термоусадочка. Все, теперь наконец-то самокат готов. Но в общей сложности ушло примерно, наверное, 2,5-3 месяца. На все вот эти манипуляции. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok